Машины давно утратили монополию на передвижение по улицам и городским дорогам. Теперь это право они разделяются своими двухколесными коллегами – велосипедами и мотоциклами. По-одесские адепты последних свой профессиональный праздник встречают в рядах из 15 тысяч участников. И все эти люди, как один, готовы до последнего отстаивать свое право на равноправное движение и уважение со стороны автомобилистов. Мотоциклисты и байкеры для Одессы – не редкость. По уровню мотоциклизации наш город уступает только столице. Полтора десятка тысяч владельцев мото – показатель очень серьезный, говорят профи. Из них примерно тысяча – это особая каста – байкеры. Люди, для которых мотоцикл – это стиль жизни, философия. Несмотря на внушительные цифры, извечное противостояние с автомобилистами не прекращается. Да и украинские дороги все еще слишком опасны для фанатов двухколесного транспорта. Водители автомобилей, которые никогда не ездили на мотоцикле, не воспринимают мотоцикл как угрозу, ввиду его малых габаритов, малого размера. Его не видно и его не хотят видеть. КамАЗ мы, естественно, увидим, потому что он большой, страшный, гурчащий. Последние более пяти лет я сократил количество просто покатушек по нашим дорогам в связи с высокой опасностью, в связи с низкой культурой вождения, в связи с низким качеством дорожного покрытия. Недавняя спешная посыпка песком расплавленной смолы – идеальные условия, чтобы свести шансы мотоциклиста выжить к нулю. Песок очень скользко, покрытие под колесами, объясняет специалист. Хотя и без этого мотоциклисты и их младшие собратья-мопедисты по разным причинам часто становятся участниками ДТП. З початку року на дорогах міста трапилась 131 дорожня аварія за участю мототранспорту. З них 66 ДТП з постраждалими, внаслідок яких одна людина загинула та 71 травмовано. Слід зазначити, що водії важких мотоциклів більш професійні, більш дисциплиновані та серйозні до дороги та дотримання дорожніх правил. Вони одягають та використуються спеціальні амуніцією, вони дотримуються більше правил дорожнього руху. Говорить о том, що мотоциклисты – злостні нарушители, теж нельзя. Як правило, с водителями авто у них в цьому паритет, говорят в полиції. Подготовка мотоциклиста, як і других водителів – труд кропотливий. В школі Сергея ученики откатують минимум 10 часов, включая отработку екстремального вождения. Но даже после этого офіціально здати на права очень сложно. К сожалению, до сих пор нет мотоцикла для сдачи екзаменов в сервісних центрах. Нету площадки, на которой проходили бы сдача на екзамен. То есть должна быть площадка с размеченными так называемыми плацсхемами, которые мотоциклист будущий должен выполнить за определенное время без ошибок и так далее. То есть это габаритные коридоры, это выполнение каких-то обязательных упражнений. Это восьмерка, это габаритный слалом, это разворот, это переключение передачи. Это должен оценивать опытный инструктор. Но не проблемами едиными. Есть у одесского мотомира и поводы для гордости. Вот эти геоны – плод инженерной мысли одесситов. К тому же сборка, пусть и узловая, тоже местная. Инженеринговая компания одесская, которая вела разработку всех базовых элементов этого мотоцикла. И собираются они в Одессе довольно высокого качества. Не довольно, а высокого качества, высоких показателей. Топовый мотоцикл сейчас, ну прям огромное количество их продается, стали очень популярными. И именно конкретно эта модель, он очень интересный по внешности, он очень интересный по двигателю. Профессиональный праздник – повод напомнить о себе и своих правах, говорит Сергей. Вопреки расхожему мнению, напряженность с автомобилистами есть, но не война. К тому же почти все мотоциклисты зимой пересаживаются на четыре колеса, и грань между ними давно стерта. Мы же поздравляем мировое мотосообщество и призываем всех участников дорожного движения соблюдать правила. Это лучшая защита прав маневрирующих на дорогах.